Власти Советского Союза скрыли всю информацию об этом событии. После того, как люди узнали всю правду, каждый год, первый день июня в городе Новочеркасске Ростовской области чтят память о рабочих электровозостроительного завода, которые вышли на забастовку с лонозунгами к горкому коммунистической партии и были расстреляны военными и КГБ. С вами «Военная техника-2» и мы вновь начинаем свое расследование о том, как это было на самом деле. Рабочие вышли протестовать против невыносимых условий жизни. Три раза с начала прошлого года во всех цехах заводы снижались ставки, росла норма выработки и падла зарплата рабочих. Одновременно по всей стране поднимались розничные цены на сельскохозяйственную продукцию. Первый день лета 1962 года стал днем, когда очередное понижение расценок и зарплат совпало с очередным скачком цен на основные продукты питания на 30%. Реальная заработная плата всех работников гигантского завода, который занимал целый район города, снова упала. Но больше всего рабочих возмутило поведение руководства и хамские ответы на вопросы рабочих, как им прожить и прокормить свои семьи. Эта история стала известна во всех подробностях после рассказа одного из участников тех событий, арестованного во время забастовки, освобожденного досрочно только в 1966 году. Этим участником был Петр Петрович Сиуда, 1973 года рождения. Его родители находились в заключении, отец от пыток умер через год после рождения сына. Мать оставалась в лагере. Петр воспитывался в приюте, работал в шахте, затем на стройке, отслужил в армии, заочно закончил колледж и пошел работать на электровозостроительный завод. Во время забастовки был арестован, суд вынес приговор 12 лет тюремного заключения за активную роль в массовых беспорядках. Досрочно был выпущен в 1966 году. После выхода из тюрьмы активно занялся политической деятельностью. Открыто осуждал вмешательство СССР в войну в Афганистане. Занимался восстановлением доброго имени своего отца, за что всю жизнь подвергался преследованиям со стороны КГБ. В последние годы своей жизни занимался расследованием событий Новочеркасск 1962 года. Нашел очевидцев, выяснил места захоронения рабочих, расстрелянных во время заводствовки. Вскоре после этих выяснений в 1990 году при загадочных обстоятельствах Петр Сиуда был убит. За столько лет в прошедших садьян забастовки и ее кровавого подавления 2 июня 1962 года эти события нигде и никогда не были описаны. Только несколько фраз, упоминавших трагедию, были в книге Солженицына. И то вся истинность событий была недосказанной. В памяти во всех невинных жертвах трагедии Новочеркасск 1962 необходимо донести правду о тех событиях. С начала 1961 года на заводе несколько раз поднималась норма выработки и падали расценки. В итоге зарплата упала на 30-35%. Последнее перед забастовкой падение зарплат было весной 1962 года в стальном цехе. Утром 1 июня СМИ объявили об очередном скачке цен до 35% на основные продукты питания. Рост цен вызвал общественное недовольство, но еще не привел к забастовке. В городе очень остро ощущалась жилищная проблема, в малых объемах строилось жилье. Стоимость съемной квартиры превышала 30% от зарплаты. Город был студенческим и снабжался соответственно. В магазинах был дефицит продуктов, рыночные цены на сельхозяйственную продукцию были слишком высоки. И вот в такой накаленной обстановке руководство завода в лице самого директора Курочкина своим хамством и оскорблением подкинуло искру в пороховую бочку народного гнила. Работники стального цеха, как и во многих других цехах, утром обсуждали, как им жить дальше. Директор, вышедший к рабочим, предложил им, если не хватает денег на мясо, ешьте пирожки с ливером. Рабочие расценили это как издевательство и оскорбление. Возмущенные работники завода разделились на группы. Одна часть рабочих включила заводскую сирену, остальные пошли по цехам призывать рабочих прекратить работать и выходить на забастовку. Все произошло спонтанно, без предварительного сговора или организации. Рабочих уже не нужно было агитировать, все были доведены до отчаяния. Толпа забастовщиков росла лавинообразно. Площадь вокруг завода не могла вместить более 10 тысяч человек, работающих на заводе. С целью привлечь внимание Москвы, забастовщики преградили путь поезда Саратов-Ростов, чем заблокировали движение на всем участке железной дороги. Художник завода написал плакаты. Дайте мясо, масло, зарплату. Нам нужны квартиры. На тепловозе кто-то написал. Хрущево на мясо. Заводской гудок продолжал собирать людей. Стали подтягиваться рабочие второй и третий смен. Многие были в нетрезвом состоянии. Дружинники из числа инженеров завода попытались убедить людей разойтись и даже вызвали около сотни милиционеров. Но у них ничего не получилось. Милиция ориентировалась. Администрация завода пыталась убедить рабочих приступить к работе, но никаких обещаний и гарантий лучшей жизни дать не могла. Как оказалось позже, среди бастующих было много милицейских работников, одетых в штатское. Причем были и работники КГБ, оснащенные микрофотоаппаратами, встроенными в зажигалки, портсигары. Позже масса фотографий послужила основанием для репрессий и арестов участников забастовки. Были попытки подкупить или спровоцировать людей. Стоял жаркий день, многих мучила жажда. К заводу подогнали автомобиль с газированной водой, но провокация не удалась. Ни к одной бутылке никто не притронулся. К вечеру начали прибывать военные Новочеркасского гарнизона, но у них не было с собой оружия. Солдаты стали переходить на сторону забастовщиков, рабочие и братались, и обнимались солдатами. А офицеры уже не могли отогнать солдат от забастовщиков. Первый секретарь комитета Ростовского обкома партии Басов попытался выступить перед людьми, но его вместе с окружавшими чиновниками забросали камнями. Люди начали раскачивать бронетранспортеры. Офицеры, сидящие в них, не могли совладать со своими лицами. Они пришли в ужас, поняв, что не могут остановить гнев рабочих. Под влиянием пыток подавления забастовки возмущение рабочих выросло еще больше. Начался стихийный митинг, на котором предлагалось отправить делегатов на остальные заводы города, захватить телеграф и разослать в другие города призывы поддержать забастовку. Нельзя было допустить захвата власти в городе. Недавние венгерские и грузинские события показали, чем может закончиться попытка захвата власти. Было решено, что на следующее утро колонна демонстрантов прошествует до центра города, и там пройдет митинг. Это лишний раз подтверждало, что рабочие не собирались предпринимать экстремистских действий. Еще до рассвета раздались взрывы. Оказалось, что ослепленный танк сбил столбы с проводами высокого напряжения, и взрывы были результатом электрических разрядов. Рядом с заводом в районе станции «Локомотивстрой» появились военные, вооруженные автоматами, и танки. Люди запрыгивали на танки на ходу и ослепляли их, закрывая им смотровые щели. Дорога на завод была оцеплена солдатами. Забастовщикам объявили срочно приступить к работе, на что рабочие ответили. Кто захватил завод, тот и пусть работает. В центр Новочеркасска из заводского района двинулась демонстрация. Колонна росла, по пути к ней примкнули рабочие и других заводов, строители и местные жители. В колоннах демонстрантов была коммунистическая символика, на мосту у реки Тузлы. Их ждала преграда из двух танков и вооруженных военных. Они не посмели стрелять в регранизованную колонну. Демонстрация добралась до центра города. В центре города их тоже ждал танк, прямо возле памятника Ленину. Машина была ослеплена, танк облепила детвора. Он произвел холостой выстрел, из окон посыпались стекла. Демонстранты пошли к горкому партии. Он был оцеплен солдатами кавказской национальности. Под давлением людей оцепление было прорвано, и демонстранты захватили горком. Начался митинг, на котором прозвучало, что ночью многие активисты были арестованы и сбиты. Люди требовали освобождения арестованных, но их к тому времени уже вывезли в соседние города. Протестующие собирались войти в городской отдел милиции, чтобы узнать судьбу арестованных. Милиционер попытался остановить их и угрожал применить оружие. Один из рабочих выхватил оружие, направленное на него. И тут по нему открыли огонь. Забастовщик был убит. Свидетели утверждали, что солдаты не стреляли, а стреляли снайперы с крыши. Началась паника и стрельба. Один из участников этих событий позже рассказывал, что они вынуждены были стаскивать трупы в подвал близлежащего банка и складывать их там штабелями. Там могли быть раненые. Было убито много невинных, безоружных людей. Вся площадь была залита кровью. Никто не знает. Куда делись дела погибших? А возможно, среди них были раненые. Захоронения проводились в такой секретности, что даже родственникам погибших не было известно, где их тела. Утром моечные машины пытались смыть бурые пятна крови с альсфальта. Еще несколько дней в городе было полно военных. Был установлен комендантский час. Были напуганы и власти, и рабочие. Рабочие прекратили забастовку и вышли на завод. Начались аресты. В город приехали члены Политбюро. Микоян Козлов. Микоян побоялся встречи с людьми и решился выступить только по радио. 3 июня. Обстановка перестала накаляться. Недовольство начало стихать. В город навезли продуктов питания. Начали форсировать строительство домов. Но цены так никто и не снизил. 14 членов забастовок и демонстраций были осуждены в военном гарнизоне. 7 человек из 14 были приговорены к смерти. И расстреляны по обвинению в бандитизме и организации массовых беспорядков. После арестов в тюремных камерах оказалось более 105 человек, которые получили сроки от 10 до 15 лет. В сентябре 1962 года в Ростове-на-Дону состоялся суд, о котором никто не знал. Кроме родственников обвиняемых, в зале никого не было. Один из обвиняемых, Петр Петрович Сиуда, рассказывал, что был приговорен к 12 годам лишения свободы и отправлен в тюрьму в Новочеркасске. Там он встретил много друзей и свидетелей событий. После того, как Хрущев был снят с поста главы государства, в Москве стали пересматривать дела новочеркасовцев. Многих весной 1965 года выпустили досрочно. Сиуда был досрочно освобожден только в 1966 году. Вот такая очередная история от меня. Если вам нравится такая рубрика, не забывайте про лайк и подписку. А с вами была Вайна Техника 2. Всего вам доброго. Увидимся в следующем выпуске на канале. Субтитры создавал DimaTorzok